Дружба, которая зародилась в детстве, самая крепкая. Среди знаменитостей тоже есть те, кто дружат с раннего детства. Их отношения не испортили ни слава, ни деньги. Пожалуй, самые известные и преданные друзья в Голливуде – это Мэтт Дэймон и Бен Аффлек. Они познакомились, когда Мэтту было 10 лет, а Бену всего лишь 8. Актеры выросли в Бостоне, жили недалеко друг от друга, ходили в одну школу, посещали театральный кружок. После школы поехали в Нью-Йорк, где пробовали сниматься в кино, но ни одна роль не принесла им известности. Тогда-то друзья и решили взять дело в свои руки. Написали сценарий к фильму «Умница Уилл Хантинг». С этого момента их жизнь круто изменилась. Они получили Оскар за лучший сценарий и проснулись знаменитыми. Сейчас Бен и Мэтт совладельцы продюсерской компании. Они не только работают вместе, но также живут рядом и дружат семьями. В интервью оба актеры отмечают, что за столько лет научились понимать друг друга с полуслова и всегда готовы стоять друг за друга горой. Леонардо Ди Каприо и Тоби Магуайр познакомились на кастинге, когда им было по 17 лет. С тех пор с каждым годом их дружба становится только крепче. По словам актеров, у них было похожее детство. Оба росли в семьях с разведенными родителями в Лос-Анджелесе. Оба очень хотели добиться чего-то в жизни и стать независимыми. У актеров, помимо любви к кино, есть много совместных увлечений. Например, баскетбол. Поэтому они, несмотря на плотные рабочие графики, часто общаются и проводят время вместе. Николь Кидман и Наоми Уоттс. Лучшие подруги уже более 30 лет. Голливудских красавиц можно увидеть вместе не только на официальных мероприятиях, но и просто в кафе или на прогулке в парке. Звезды познакомились на кастинге, будучи подростками. На пробах их обеих ждал провал. А общая неудача сблизила девушек и легла в основу крепкой дружбы. По словам актрис, они очень похожи друг на друга. И это помогает им легко находить общий язык. И среди российских знаменитостей есть примеры крепкой дружбы с самого детства. Например, певица Анна Семенович и фигуристка Анастасия Гребенкина. Они познакомились в 12 лет, когда занимались в одной группе фигурного катания. В 21 год Семенович из-за травмы колена закончила спортивную карьеру, но пути девушек не разошлись, а их дружба только окрепла. Семенович была свидетельницей на свадьбе Гребенкиной, а также стала крестной ее сына Вани. Несмотря на плотные графики, подруги стараются чаще встречаться. Они ходят друг к другу в гости по праздникам и просто так ездят вместе отдыхать. Дружба на века. Именно так можно сказать про Ширвинта и Державина, которые дружили 72 года. И дружили бы дольше, но Михаил Державин скончался в 2018 году после продолжительной болезни. Актеры появились на свет в одном роддоме, а потом жили в одном и том же доме. Будущие звезды познакомились, когда Державину было 9 лет, а Ширвинту – 11. Повзрослев, оба выбрали актерскую профессию, окончили Щукинское училище и осели в театре сатиры. «Мы дружили 72 года, тем не менее удержались в этой дружбе только потому, что с ним невозможно поссориться. Он антиконфликтный», – говорил Александр Анатольевич о своем друге. Михаила Державина не стало 10 января 2018 года. Есть ли у вас друг детства и как давно вы дружите? Делитесь в комментариях своими историями, а также не забывайте подписываться на канал. Впереди вас ждет много интересного. Субтитры создавал DimaTorzok